МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, город – это образ жизни, отлитый в материале. Оглянитесь вокруг, что вы видите? Какую архитектуру, какие зоны, объекты, каких людей? Чисто вокруг или грязно, светло или темно, ярко или невзрачно. Каким будет город, зависит от его жителей. Парадокс, но какими будут жители, зависит от окружающей городской среды. Весь этот год мы изучали чебоксары с разных сторон, пытались ответить на вопрос, каким должен быть город будущего и сколько сил нужно вложить, чтобы это будущее было светлым. 2015 год подходит к концу. Думаю, пришло время обобщить выводы, к которым мы пришли. Город – это в первую очередь место жительства. Наши теплые и уютные дома, безопасные и чистые дворы, рядом расположенные социальные учреждения, доступные по цене ресурсы и квадратные метры. Этими критериями руководствуется каждый при выборе жилья. По итогам этого года чебоксары – лидер республики по вводу жилья в многопартирных домах. Но отвечает ли оно требованиям чебоксарцев? Жители Садового не успевают замечать, как рядом с их домом появляются еще несколько. Микрорайон разрастается невероятными темпами. Планируется, что к 2020 году здесь будут жить около 30 тысяч чебоксарцев. Как обеспечить им комфортное проживание? Какие объекты должны появиться на территории? У меня внучка в школу пойдет, я очень переживаю. Очень нужна школа. Внуку садик нужен. Очень я вот, очень хочу, чтобы быстрее построили. Строительство всех этих объектов предусмотрено. Второй детский сад планируют открыть в Акурат перед Новым годом. А в 2019 году своей двери распахнет школа на 1600 мест. Вот здесь расположена сама школа. Вот здесь, справа, место как раз для садика и для поликлиники. Мы предлагаем с одной стороны построить музыкальную школу, с другой стороны детскую поликлинику. Новую больницу здесь ждут как нигде. Сегодня рассматриваются несколько вариантов ее расположения. Один из них на первом этаже жилого дома. Однако такие помещения не предназначены для громоздкого оборудования, например, рентгеновского аппарата. За снимками придется ехать в другую поликлинику. Если говорить о таком расположении, где-то должно быть примерно одна такая под детство и одно такое помещение под взрослость. То есть будет одна, допустим, детская поликлиника, одна взрослая поликлиника. Поэтому тогда этого будет достаточно. То есть можно говорить, как мы с вами говорили, о возможности строительства вообще отдельного комплекса, то есть по типу отдельного детского сада, там отдельной школы. Но можно рассмотреть и этот вопрос. Город взялся за комплексное развитие садового. Власти обещают, через 3-4 года микрорайон полностью преобразится. Реализация любого проекта подразумевает восприятие города в трех масштабах. Первый масштаб – городской. Он используется архитекторами при планировании с высоты птичьего полета. Следующий масштаб застройки – средний. Для организации кварталов, зданий и городского пространства. Третий масштаб – человеческий ландшафт. В этом направлении важно, как люди воспринимают город на уровне глаз. Это самый важный масштаб городского планирования. Именно в малом масштабе, в городском ландшафте, люди близко взаимодействуют с городом. Поэтому так важна гармония территории, которая предполагает процесс качественных преобразований городской среды средствами ландшафтного дизайна и архитектуры. К примеру, территория двора многоквартирного дома. Это место переплетения различных интересов людей. Человек, обживая пространство, приспосабливает его к своим потребностям. А пространство, в свою очередь, подсказывает ему возможную программу действий. Взрослое поколение все чаще старается украсить двор. Таким образом рождаются целые цветники и клумбы. Ольга Сергеевна и ее сын почти все свободное время отдают раскинувшемуся садику под окном. А две подруги Валентина и Ильяна говорят, работа с землей – дело нелегкое и обходится дорого. Но результат того стоит. Здесь у нас была парковка машин. И постоянно вот это все время ставили, и нам это надоело. И мы решили просто вот с Лианой… Немножко облагородить. Да, облагородить немножко. И поэтому идея создалась. Мы, конечно, здесь трудились в пути лица. А потом Азарт взял свое дело и хотелось сделать лучше, лучше и лучше. Дети приходят, у нас тут и садика водят специально в детей, группы смотрят. И бабушки приходят с внуками. В общем, всем очень нравится. Приходят, сидят на скамеечке, отдыхают, смотрят и благодарят. Благодарности мы получили очень много, конечно. При Тосе Ахазовске жители по своей инициативе создали клуб «Альбатрос» и стали сами себе организовывать досуг. Летом соседи съездили в Заволжье, привезли саженцы и теперь высаживают их у своих подъездов. Я вообще-то, как сказать, родилась в Советском Союзе. Я знаю то, что вот, ну я вот дочь военная, вот у нас военные городки. Там как-то всегда соседи все собирались, как-то дружненько играли там в волейбол, в футбол, в городки. И дети с нами же так же, то есть, ну, то есть я тоже была ребенок. Вот сейчас нужно, я хочу так, чтобы вот наш двор был таким. Почему бы с этой целью во дворе не появиться настоящему клубу, хотя бы в виде открытой беседки? Такую идею высказал один из основателей фонда «Городские проекты». Здесь можно отмечать дни рождения, школьники могут собираться и делать уроки вместе, пенсионеры общаться во время плохой погоды. Дворовый клуб возьмет на себя многие функции, которые сейчас раскиданы по разным учреждениям. Это и маленькая библиотека, и бесплатный интернет, и прохлада во время жары, и место для игр, куда можно отпустить ребенка. Дворовый клуб объединил бы жителей. Жителям нужно помнить не только о красоте своих дворов, но и о более насущных проблемах. Как сэкономить свои деньги и энергетические ресурсы – воду, газ, электричество, тепло. Ресурсы, сберегающие технологии, постоянно развиваются. 1300 чебоксарских домов будут оснащены автоматизированной системой учета и регулирования воды и тепла. Принцип работы оборудования прост. Информация по радиоканалу подается на концентраторы – приборы, которые собирают информацию с ближайших домов, а далее на центральный сервер системы на базе управления жилищным фондом города. Абоненты различных уровней могут видеть эту информацию. То есть информация будет и в теплоснабжающих, и в водоснабжающих организациях. Она будет и в администрации, она будет и в управляющих компаниях. Система рассчитана на расширение, потому что это не значит, что мы сейчас один раз поставили систему. Если соседние дома не попали туда, то все, они уже не будут. Нет, зона охвата будет, это же радиосистема, она охватывает весь город. Узнать информацию о потреблении воды и тепла может и каждый житель многоквартирного дома, который участвует в проекте. Помимо автоматизированной системы учета, в 21 многоквартирном доме установят систему погодного регулирования, что позволит жителям домов сэкономить до 30% от общедомового теплопотребления и поддерживать оптимальную температуру в квартирах. Вкладываются в будущее горожане и когда платят за капитальный ремонт. У большинства россиян квартира – это единственный капитал, которым они могут распоряжаться, продавать, дарить, обменивать, завещать своим детям. И, наверное, каждому важно сохранить ее в хорошем состоянии. Согласно законодательству, 70% финансирования программы капитального ремонта домов ложится на плечи жильцов, 30% выделяется из бюджета. После того, как прошла всеобщая приватизация, резонно, что за сохранность своего дома отвечают в первую очередь собственники. 79 домов подлежат капитальному ремонту. На сегодняшний день все ремонтные работы выполнены, кроме ремонта системы газоснабжения. По ремонту системы газоснабжения у нас будут охвачены 68 многоквартирных домов по городу Чебоксары. Были моменты, когда собственники приходили к нам и говорили, зачем нам ремонтировать систему газоснабжения. Визуально действительно трубы вроде бы целы, но опыт показывает. Сейчас мы, выполнив ремонтные работы, по некоторым многоквартирным домам уже срезы, и уже эти трубы показывают, что действительно они изношены изнутри. Новейшие технологии с недавнего времени используются и в обращении с бытовым мусором. Теперь его не просто сбрасывают на свалку, а перерабатывают и аккуратно складируют. Для захоронения на полигоне принимаются только отходы, мало и умеренно опасные. Автомобиль высыпает мусор на специальную площадку, и погрузчик отправляет его в разрыватель, который освобождает отходы от пакетов. Далее по конвейеру они попадают в барабан под звучным названием «Грохот», в котором мусор делится на мелкую и крупную фракции. Тот, что диаметром не больше 7 сантиметров, отсев, уходит на другую линию. Остальное попадает на стадию сортировки. Ее уже проводят люди, пока не существует механизма, который мог бы тщательно разобрать стекло, картон, пэт-бутылки, пластик, металл и все остальное. Тот мусор, что подходит для утилизации, то есть вторичной обработки, складируется на территории станции и ждет своего покупателя. Кстати, часть отходов из дерева завод оставляет себе. На территории есть специальная котельная, которая в качестве топлива использует крупногабаритную мебель, измельчив ее в Шрёдере. Это позволяет отапливать всю станцию. При этом уменьшается не только экологическая нагрузка, но и тариф. Ведь предприятию не нужно покупать газ. Остальной мусор погружается в специальный автопоезд. Он отправляется в Новочебоксарск на полигон твердых бытовых отходов. Здесь его пустят под пресс. Объем после Болиграфа уменьшится в 10 раз. Большая территория – непозволительная роскошь для любого места хранения бытовых отходов. Территория полигона составляет 14 гектаров. С виду это поле, поросшее травой. Но это только на первый взгляд. На этой площади подготовлено абсолютно все, что касается инженерных каких-то сооружений и коммуникаций. Сделаны пруды-отстойники, специальная геосетка положена, все биоматериалы необходимые. И проложена асфальтная дорога, и бетонные плиты уже на самой карте для удобства, чтобы машины, так сказать, не застревали, техника не ломалась. Брикеты весом 700 килограммов будут складываться друг к другу. Между ними положат мелкий мусор. Такая плотная кладка сэкономит место и значительно сократит возможность пожаров. После того, как все поле заполнится брикетами в один слой, его покроют землей и мембраной, и будут складировать сверху. Территория рассчитана на 40 лет. Второй критерий, от которого зависит качество жизни в больших городах, это уровень городской мобильности. То есть способности к быстрому передвижению из одной точки города в другую. В Чебоксарах уже не первый год пытаются повысить этот самый уровень. И, судя по отзывам горожан, получается. В этом году в Чебоксарах внедрили автоматическую систему управления дорожным движением. Специальные контроли рассчитывают информацию о количестве автомобилей, проезжающих перекресток за определенный отрезок времени. Данные поступают в программу, которая автоматически меняет режим работы светофора. Чем больше машин, тем дольше для них будет гореть зеленый свет. Всего в Чебоксарах 109 светофорных объектов. Контроллерами оснастили 54 важных и ключевых перекрестка города. В часы пик здесь можно наблюдать настоящий зеленый коридор. Мировая практика показывает, что увеличить пропускную способность дорог с светофорным регулированием можно, но не более чем на 15%. Крупные города оказались сегодня перед очень сложным выбором. Если не расширять существующую дорожную сеть, то есть риск встать в одной огромной пробке. Но чем шире улицы, тем быстрее по ним едут автомобили, провоцируя ДТП. Чтобы сократить количество личных авто, необходимо стимулировать поездки на крупногабаритном общественном транспорте. В расчете на количество пассажиров, места на дороге он занимает в разы меньше и намного безопасней. В Чебоксарах общественный транспорт стал намного привлекательнее за счет появления информационных табло. Время ожидания можно узнать прямо на остановке. На дисплее отображается прогноз прибытия транспорта с точностью до минуты. В транспортное средство маршрутное устанавливается вот такое устройство. Называется это трекер. У него есть две антенны – GPS и ГЛОНАСС. Соответственно, с помощью этого прибора вычисляется местоположение транспорта средства в любой точке. Данные с этого прибора посылаются на сервер с помощью GPS-антенны. И мы уже получаем эти данные, выводим в удобной для нас форме и контролируем движение всех маршрутных транспортных средств – троллейбусов, автобусов, маршруток. В Центр диспетчеризации пассажирского транспорта информация поступает с 6 утра до 10 вечера. В зоне контроля более тысячи единиц транспорта. И это не предел. Изначально Центр создавался только с целью контроля работы маршрутных транспортных средств, чтобы услуги перевозчиков удовлетворяли потребности жителей города. Но сегодня система вошла в жизнь горожан настолько плотно, что многие просто не представляют, как они обходились без этого раньше. Помимо табло на остановках, на сайте buschap.ru можно в онлайн-режиме следить за каждой единицей транспорта. А если компьютера нет под рукой, можно скачать приложение на свой смартфон или планшет. На табло отображается не фактическое, точное время прибытия транспортного средства, а отображается прогноз. То есть в зависимости от того, где сейчас транспортное средство находится, система просчитывает прогноз и говорит, что оно должно прибыть через только-то. Если в этот момент случилась какая-то авария или сломался светофор и появилась какая-то пробка, то, естественно, информация на табло будет меняться. То есть эта циферка, она зависнет, можно сказать. Она будет ждать, пока транспортное средство двинется. Как транспортное средство двинулось, все, прогноз меняется на табло, и уже отображается та расчетная цифра, которая отвечает данной ситуации. Система проинформировала у нас о сходе транспортного средства маршрута номер 41. Мы проверили, и действительно, маршрутка выехала за пределы города. Об этом нарушении мы сообщаем диспетчерскую службу перевозчика. 41 маршрутка явно заблудилась, оказавшись рядом с Канашом. Выезжать за пределы своего маршрута водители не имеют права, предварительно не уведомив об этом диспетчера. Для этого в компьютерной программе обозначаются геозоны. Если транспорт покидает ее, отчет об этом приходит немедленно. Скорость обновления информации на сервере от 5 до 20 секунд, в зависимости от качества GSM-связи в разных локациях. Казалось бы, с помощью небольшого прибора можно выполнить несколько важных задач. Отследить маршрут, оповестить жителей, проконтролировать добросовестность перевозчиков. Но это еще не все. В скором времени водителям троллейбусов даже не придется вручную управлять системой оповещения об остановках. Тот же GLONASS-трекер, передавая информацию о геоположении, сможет с ней взаимодействовать. И запись диктора, бегущая строка на табло внутри салона, включится автоматически. Общественный транспорт помогает планете свободно дышать. С начала 50-х годов прошлого века спрос на энергоресурсы для транспортных нужд увеличился в мире в пять раз. На долю транспорта приходится 30% от общего энергопотребления и около 19% выбросов вредных газов. Эффект от внедрения новых экологически чистых технологий просто сводится на нет ростом числа транспортных средств и количества поездок. Во-вторых, общественный транспорт способствует уменьшению заторов на дорогах. Городское пространство является достоянием всего населения города. И общественный транспорт использует его гораздо более эффективно, чем частный автотранспорт. Движущийся по автодорогам общественный транспорт не только перевозит своих пассажиров. Он освобождает дорожное пространство для возможности пользования им всеми жителями города. Кроме того, он снижает уровень уличных заторов, которые делают города непривлекательным местом для проживания и работы. Учитывая постоянную урбанизацию и увеличение спроса на мобильность в крупных городах, заторы уличного движения во всех городах мира будут продолжать расти, если подход к мобильности не будет изменен. В-третьих, общественный транспорт улучшает благосостояние городов, повышает уровень безопасности для всех слоев населения и стимулирует ведение здорового образа жизни. Передвигаясь на автомобиле, вы имеете в 10 раз больше шансов попасть в ДТП, чем при поездке на автобусе или троллейбусе. Таким образом, общественный транспорт, безусловно, является более безопасным средством передвижения. Людям необходимы такие решения, которые предоставляли бы им быстрое, безопасное, надежное, удобное, доступное и экологически чистое транспортное обслуживание с понятным и полным информационным сервисом. Привлекательность общественного транспорта держится на высоком качестве, доступности, гибкости и хорошем впечатлении пассажира от поездки. В итоге это должно привести к смене приоритетов и изменениям в поведении людей. Такой сдвиг в мышлении необходим для того, чтобы общественный городской транспорт стал единственным выбором способа передвижения для граждан. И все же автомобили не должны быть в приоритете. Город создается для горожан и горожанами. За этот год чебоксарцами было предложено немало проектов благоустройства территорий. Вовлечение жителей в обсуждение городских проблем – важный инструмент взаимодействия власти и общества. Холдинг Росбизнес-консалтинг провел небольшое исследование инициативных групп граждан, занимающихся развитием городских пространств и улучшением качества среды. Исследования РБК показали, что городские сообщества делятся на борцов и созидателей. Борцы сопротивляются действиям застройщиков властей управляющих компаний, выступают против сноса или надстройки зданий, застройки скверов, требуют от всех выполнения обязательств по благоустройству территории. Созидатели же не посылают протестные сигналы, а инициатируют коллективные действия по улучшению среды. Инициативная группа борцов довольно хорошо организована. Они нередко общаются друг с другом, помогают консультациями, а иногда даже пишут для коллег жалобы в госструктуру и иски в суд. У них уже образовались зонтичные структуры. Сообщество созидателей пока не вышло на этот этап развития. Как правило, ядро группы составляют 3-5 человек, живущих в непосредственной близости от проблемного места. В публичных акциях может принимать участие несколько сотен человек, но после завершения митинга работу продолжают все те же трое-пятеро. У сообществ обычно нет крупных источников финансирования, и этого не требуется. Созидательная активность граждан, как правило, вырастает из протестной. Борясь с ухудшением среды или бездействием управленцев, люди привыкают воспринимать среду своей и начинают ее улучшать. Поначалу люди просто стремятся ликвидировать недоработки властей, строителей или управляющих компаний. То, чего не удается добиться от них, люди начинают делать своими руками. В Чебоксарах не раз пытались создать площадки, которые стали бы точкой сборки для творческих и неравнодушных граждан. В 2009 году появилось пространство Hub Space, затем переименованное просто в Hub. После на его месте появилась платформа, 2012 год ознаменовался открытием сразу нескольких антикафе. Все они были местами встреч и событий, клубом, кафе и конференц-залом одновременно, но, к сожалению, не смогли оправдать себя в финансовом плане. Тем не менее, потребность в таких площадках все еще остается. Администрация города создала свою площадку для обсуждения. Проект «Открытый город». Это некая форма участия граждан в управлении муниципалитетом. Представители власти и жители города собираются в одном месте, чтобы ответить на вопросы друг друга и обсудить идеи развития. На одной из таких встреч местные молодые архитекторы предложили свой вариант обустройства Красной площади. Набережная и прилегающая историческая местность – одна из самых красивых частей города. Однако спуск к воде сегодня ничем не благоустроен. Проектанты предложили место на спуске частично покрыть деревом, создать скамейки и покрыть пандусы деревянным настилом, создать зеленые площадки для отдыхающих и причал. Тем самым это пространство станет местом массового культурного отдыха, где можно отлично провести время с семьей, спуститься к воде и покататься на катамаранах, полюбоваться рекой и видом на город. Еще один момент, на который обратило внимание архитектурное бюро «Классика», это пестрота стилей и красок, присутствующих на заливе. И, к сожалению, не в лучшем смысле этого слова. Дело в том, что объекты торговли и развлечений достаточно разномастны и создают хаос в общей картине местности. Поэтому в рамках общей концепции благоустройство было предложено установить дизайнерские решения в едином стиле. И выдержаны они должны быть и при установке малых архитектурных форм. Наверное, все горожане знают, что в день города проспект Ленина превращается в творческий бульвар, в пешеходную улицу, где можно попробовать себя в разных интересных увлечениях – от танцев до меткой стрельбы. От горожан уже не раз поступал совет трансформировать участок от национальной библиотеки до Красной площади. У пешеходного маршрута есть свои принципы. Это комфортные условия во время ожидания транспорта, удобные остановки, передвижение пешком и на велосипеде, хороший городской ландшафт и качество пути от остановки до дома. Почему бы творческому бульвару и в будни не быть пешеходным? Чтобы пройтись, полюбоваться картинами художников на зданиях, посидеть у объемных клумб с подсветкой, отдохнуть на эксклюзивных остановках. А в небольших сквериках по выходным можно проводить тематические встречи, устаивая танцевальные площадки, КВН и прочие интересные мероприятия. Проще говоря, в городе должно стать больше мест, в которых хотелось бы остановиться и провести время. Желающих высказаться на такой встрече немало. Микрофон то и дело переходит из рук в руки, а значит востребованность в подобных обсуждениях очень высокая. Мы видим, что сегодня и администрации нужны идеи общества. При этом сами жители тоже готовы самоорганизовываться ради общей цели. И единственное, в чем они нуждаются, это физическое пространство, где они могли бы собраться и обсудить насущные проблемы, найти для них решение. Наверное, осталось лишь понять, что связь между властью, бизнесом и обществом не строится по иерархии, а лежит в одной горизонтальной плоскости. Произнося словосочетание «город будущего» мы не говорим об утопиях. Мы называем те шаги, которые реально сделать здесь и сейчас. Развивать доброе соседство, вместе отвечать за территорию своего дома и двора, использовать современные технологии в вопросах экологии, энергосбережения и транспортной инфраструктуры. И самое главное, не бояться быть полноправным гражданином, высказывать и предлагать свои идеи по улучшению окружающей среды. Любой город – это отражение отношений в человеческом обществе, того, как люди живут вместе. Соглашаться с этим или нет – решать вам. Но я уверена, стоит улыбнуться проходящему мимо, как жить в этом городе станет чуточку приятней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова